Администрация Первоуральска заключила новый контракт на отлов бездомных собак. Этим займется местное общество защиты животных. О тонкостях процедуры и о том, что происходит с собаками после отлова, расскажет Виталий Мотин. Кухня святая святых Первоуральского приюта для животных. Каждый день здесь готовят около 200 килограммов еды. Волонтеры шутят, меню здесь не ресторанное, но зато питательное. Взрослым собакам варят геркулесовую, а малышам рисовую и гречневую каши с добавлением фарша и корма для щенков. Ребята кушают хорошо. Каждому мы даем примерно на одно кормление по 2-2,5 литра, чтобы наедались. Конечно, в домашних условиях собаки кушают меньше. А здесь, видите, во-первых, холодные условия, а во-вторых, групповое содержание, чтобы все уж наелись, даем побольше. Председатель Первоуральского общества защиты животных Юлия Воронина проводит экскурсию по приюту для представителя городской администрации. Рассказывает и показывает, как в рамках муниципального контракта используют 3 миллиона рублей из областного бюджета. Которые ежегодно выделяют зоозащитникам. Средства тратят не только на отлов бездомных животных, но и на их стерилизацию и содержание в течение 30 дней. Сумма кажется солидной, но в администрации считают ее недостаточной. Конечно, этих средств не хватает. Мы с этого года постараемся попросить у областного бюджета еще дополнительные средства, потому что собак много. Кушают они много. Все ветеринарные какие-то процедуры тоже стоят очень дорого. Медицинские процедуры, на которые по условиям контракта волонтеры могут использовать деньги, включают в себя только стерилизацию животного. Но в приют регулярно поступают и травмированные собаки с переломами, укусами и рваными ранами. Обрабатываем там всякими антибактериальными препаратами, которые не дают развиваться в бактериальной среде в ране. То есть ускоряют ее заживление. В сложных случаях волонтеры везут пациента в ветклинику. Средства на лечение берут из пожертвований, которые делают первоуральцы. Лекарства, которые мы используем при лечении, они тоже недешевые. Дешевые препараты, они малоэффективные, поэтому зачастую мы используем дорогостоящие. В Первоуральске и еще четырех городских округах волонтеры отлавливают до ста собак в месяц. Пристроить за это время удается лишь половину. Причина появления такого количества бродяг на улицах считают волонтеры в свободном выгуле, который для своих питомцев устраивают хозяева. Все, что от нас зависит, мы делаем, это ежедневные рейды. Это десятки, почти что десятки ежедневно забираемых с улиц животных. И в том числе очень много травмированных. И всего этого можно было бы легко избежать, если бы люди немножко поменяли свое отношение и сделались бы более ответственными. Просто перестали бы распускать своих животных, перестали бы плодить ненужные потомства. За 2021 год первоуральские зоозащитники отловили больше 400 бездомных собак. Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Кувашев призвал глав муниципалитетов лично взять на контроль вопрос с бродячими животными. В течение двух недель нужно отловить всех бездомных собак и стерилизовать их. После стерилизации отпускать их на волю нельзя. Нужно держать в приютах. Помощь в содержании животных, по мнению губернатора, может оказать местный бизнес. Например, заведения общепита могут отдавать в приюты остатки еды. А предприниматели, занимающиеся стройматериалами, помочь со строительством временных вольеров. Виталий Мотин, Андрей Волков. Новости Перу-Уральск.